Добрый день! На библейский портал «Экзигет» поступил вопрос. Грех ли православным купаться в мертвом море? Вспоминается сразу Евангелие от Матфея, 15 глава, где говорится, не исходящее в человека, а исходящее из уст его. Мертвое море. Если мы смотрим библейскую суть, ну да, мертвое море образовалось на месте великого греха, и все там соленое, все там какое-то невозможное для жизни. Там, по-моему, никого в этом море не водится, ни одной живой души. Я сейчас вспомнил еще одно мертвое озеро, но оно не такое соленое, как мертвое море. Когда мы спускались с пика Бам, мы увидели с 3000 метров внизу маленькое блюдечко, оно очень красиво светилось. И я думал, что надо, когда мы спустимся, обязательно попробовать воды с этого озера. Мы когда спустились, это озеро оказалось очень больших размеров, больше, чем, конечно, он видел сверху. Но когда я наступил ногой на камень, который стоял в воде, нога не соскользнула. И когда я пригляделся внимательно в озеро, я увидел, что там нет ни одной живой души. Настолько оно было мертвым, что в нем не было даже слизи, никаких растений, никаких насекомых, вообще ни одной живой душоночки в этом озере не было. Мы, конечно, попробовали воды с него. Не могу сказать, переоценить ее вкусовые качества, хотя это была ледниковая вода. Но это озеро заканчивалось и уходило вниз водопадом. Водопад уходил в реку, которая называется Средний Сакукан. Когда мы его светили, мы его назвали Святой Сакукан. А вот в этой-то речке уже водилось все. И валек, и ленок, и раки там были, и какой только живности и чудности там не было. Вода этой реки была очень вкусной. Я думаю, что как ледниковая вода, она немножко горчила и была прекрасная на вкус. Но смотрите, что произошло? Из мертвого, пройдя водопад, Господь создал живое. Я не знаю, насколько то мертвое было плохим и насколько зла оно нам дало, когда мы попили с него воды. Но я точно знаю, что когда мы пили воду с Среднего Сакукана, эта вода, мы чувствовали физически, когда она сживотворит. Что происходит с водой в тот момент, когда она из мертвой становится живой? Ну, сложно, наверное, об этом чисто физиологически рассуждать. Но я думаю, что любое мертвое Бог может сделать живым. И из любого мертвого Господь может что-то сотворить. Если Господь наставил на этом месте это озеро для чего-то, наверное, оно не только для того, чтобы мы помнили, что чисто по-библейски здесь произошел грех. Может быть, какую-то пользу оно несет и чисто физически. Поэтому если мы хотим думать о грехах, то в перечень всех грехов и заповедей придется внести не только это мертвое озеро, если мы будем все подводить под грех. Но ни среди десяти заповедей Ветхого Завета, ни среди девяти заповедей блаженства ни разу я не читал, что не купаться в мертвом море. Поэтому смотрите сами. Я думаю, что на свете есть и пострашнее грехи, чем покупаться в море, поэтому следите за собой немножко с другой стороны. Лучше не брать чужого, чем не купаться в соленом море. Лучше не обижать родителей, чем не купаться в соленом море. Лучше не забывать седьмой день, который мы посещаем в дожный храм, чем так вот не зайти в какое-то несчастное соленое море. Смотрите сами. Ваше дело выбирать, купаться или не купаться. Помоги Господи. Продолжение следует...